Добрый вечер, Гомель. Лето на исходе, а это значит, что наши домашние кухни время от времени наполняются грудами овощей, пьянящими ароматами специй и паром от кипящих ведер воды. Идет заготовка продуктов на зиму. Вот об этом мы и будем сегодня разговаривать. Кто-то к этому процессу готовится загодя, а кто-то, наоборот, считает это нерациональной тратой времени. Как это на самом деле? Вот попытаемся выяснить. Меня зовут Сергей Красновоород. Мы работаем в прямом эфире. Номер нашего телефона 342-243. И вы можете присоединиться к нашему разговору. Также можете писать нам на Viber. Номер вы видите на ваших экранах. Поделитесь своими рецептами, что и как вы заготавливаете на зиму. Ну и, конечно, можете задавать вопросы гостям или давать свои какие-то советы. Подключайтесь к нашему разговору. Итак, у нас в студии преподаватель спецдисциплин Гомельского профессионального колледжа кулинарии Елена Руденкова. Елена Сергеевна, добрый вечер. Добрый вечер. Первый заместитель начальника управления торговлей и услуг Гомельского облсполкома Галина Горбачевская. Галина Николаевна, добрый вечер. Здравствуйте. Да, мы будем говорить с вами о самом главном. Где взять эти продукты осенью, но чуть попозже. Домохозяйка Марина Малыш. Марина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, вы прямо со своими продуктами к нам пришли. Ароматы стоят в студии такие, что невозможно удержаться. Сейчас будем об этом разговаривать. И заведующий кафедры социальной и педагогической психологии Гомельского государственного университета имени Франциска Скоримы Татьяна Шатюк. Татьяна Георгиевна, добрый вечер. Добрый вечер. Да, ну вы со своей точки зрения будем с вами разговаривать, да? Давайте с вами и начнем. То есть я вот тут вначале говорил, даже в интернете, когда готовился к программе, посмотрел, кто-то на самом деле считает, что это полно сайтов, где рецепты, как это хорошо готовится. А кто-то наоборот пишет, что зачем это все, когда в городе, особенно для городских жителей, магазин рядом, приди в любое время и купи. Заготавливают. Вот почему? Вот почему возник такой вопрос? Уже, собственно, вопрос о том, что голод какой-то не стоит так. И очень много людей, которые не готовят, не заготавливают продукты. Это правда, но мы с вами живем в обществе, а в обществе существуют традиции. И для наших предков, и даже для наших вот родителей это очень было важно традиционно, потому что с точки зрения психологии человек всегда должен жить в безопасной среде. И если мы вспомним сейчас нашу историю, так, Беларусь в частности, это война, и войны вообще часто были. Вот, и, например, наши родители, они выросли в тех времена, когда, к сожалению, они прошли через это. И вот обеспечив себя минимальной едой... То есть это привычка, да? Они все равно должны их заготавливать, чтобы чувствовать себя безопасно. Чувствовать себя уверенно, когда вот несколько баночек таких у меня там стоят. А чувство безопасности — это очень важное чувство для человека для сохранения его психологического здоровья. И поэтому нужно заготавливать и не только, конечно, поэтому, а и потому что все-таки домашние заготовки — это здоровье. Еще и физическое. Думаю, да, потому что там не будет тех консервантов, скажем, искусственных, которые вредят нам. Мы знаем, что здесь будет только натуральная консерванта. Я хочу... Я хочу... У Елены Сергеевны так? Так это, да? На самом деле? Почему так? Потому что способов консервирования очень много. И есть все-таки небезопасные, которые вступают. Есть некоторые вещества, которые вступают во взаимодействие с костями нашего организма, откладываются в виде ненужных веществ на костях. И, соответственно, да, артрозы, артриты. То есть ко всему надо относиться избирательно. И, в общем-то, зная способы консервирования, можно выбрать такой, который для вас будет более приемлем. Я бы сказала так. Совершенно более приемлем. Но когда ты готовишь сам, ты действительно делаешь этот выбор. А когда ты вынужден идти в маркеты покупать уже готовый продукт, там для тебя фактически... Тебе, конечно, навязано. Да, тебе уже навязано что-то, что положено, скажем, по рецептории, которую предлагает производитель. Или, например, по их технологическому процессу. То есть есть же определенные стандарты. И, соответственно, да, ты будешь для себя выбирать. Поэтому я и говорю, что твоя безопасность в том, что ты имеешь право выбрать. А когда ты делаешь все сам, ты знаешь, что ты делаешь. Ну, с другой стороны, вот эта вот позиция бесцельная трата времени. То есть это мало того, что эти овощи, фрукты, ягоды, это где-то надо взять. Электроэнергия, там газ, это все. Особенно, ну, не знаю, неделя. Вот неделю провести на кухне, ну, удовольствия мало. Да, это тяжело, с одной стороны. Но если ты это любишь и делаешь любовь, вот эта энергетика, которая вкладывается в человека, в то, что он готовит, она потом возвращается ему тоже в плане здоровья. Поэтому это, собственно говоря, и полезно, и хорошо, и не проходит просто так бесследно. А еще спросите Галину Николаевну, сколько времени она экономит зимой, когда откроет баночку и положит сразу, конечно, в кастрюльку. Да? Конечно. Да, я же не хожу в супермаркеты. Я зайду в свой подвалчик, возьму баночку, открою, свою семью покормлю огурчик. Получается, что она потратила осенью или в конце лета. Ей дастся, потом возвращается зимой. Но это если так в перспективу смотреть, а меняется вообще рацион питания? Ну вот с учетом того, что вы сказали, что в магазине предлагают уже готовые продукты, готовые консервации. Если кто-то не хочет, не может по каким-то причинам это делать, рацион питания вообще в принципе меняется у людей сейчас? Георгически, конечно, меняется, да. С вашей точки зрения, к социальному психологу. Да, меняется очень сильно, потому что, во-первых, предлагается большой выбор продуктов. Привозится то, что мы раньше вообще никогда не видели. Для некоторых, кстати, это является проблемой, потому что наш организм, обладая генетической памятью, он тоже помнит продукты, которые потребляли наши предки. И, соответственно, да, может это быть аллергенно для человека. Поэтому здесь вот тоже все хорошо, что есть разное, можно пробовать, расширять свои гастрономические пристрастия. И, с другой стороны, нужно быть очень осторожным и помнить о том, что там может быть тоже небезопасно. Ну, с другой стороны. Поэтому всегда держимся в золотой середине, наверное. Да, Марина Ивановна, а вы какие-то только свои продукты, то есть каких-то деликатесов, там, фейхуа, например, не маринуете? Нет, не мариную. Нет? Я закатываю свое, все с участка своего. Я знаю, чем мы удобряли, чем подкармливали. И так, какой урожай у нас уродился, все со своего огорода. Какой процент вы считаете людей, которые, или как это, давайте по-другому, как можно с точки зрения социологии определить тех людей, которые не заготавливают? Почему не заготавливают? Не хотят, не могут. А уровень дохода, опять-таки, мы финансовую составляющую не последняя, наверное. Некоторые не могут, некоторые не знают, где хранить. Многие новые дома и квартиры не снащены ни кладовками, ни подвалами, кстати говоря. Тоже, кстати, есть такой момент, проблема. Либо это люди, которые выросли в достатке, не всегда было всего вдоволь, и у них нет вот этого страха, который есть, например, чаще у людей старшего поколения, что вот не хватит, да, чего-то не будет. Они всегда знают, что у них все есть в магазине, это легко доступно, это можно купить. В основном городские жители. Чаще молодежь, хотя я знаю очень много молодых людей, которые наоборот, которые очень ценят то, что они делают руками, они готовы это все сохранять, консервировать. И если у них есть дачи свои, или они живут в домах с писательным участком, они, соответственно, тоже это пользуют и находят очень интересные рецепты с изюминками. Ну, скажем, там, например, варенье с инжиром или с грецкими орехами. Для нас это не очень традиционный рецепт, но вместе с тем они изготавливают и заготавливают что-то такое. Можно рассматривать уже как акт своеобразного кулинарного творчества, да, то есть попробовать приготовить и закатать или там... Да, как, например, кабачок в ананасовом соке. Получается, как ананас. Совершенно верно, потому что кабачок это такой интересный овощ, который приспосабливается ко всему тому, чем его пытаются употребить. С баклажаном, с патисоном, например, да, с помидорами он будет звучать совершенно иначе. Ананасы не наш продукт. Ну, зато мы кабачки. Вы все-таки в своей рецепте... А, кабачки есть, да. Но, тем не менее, когда кабачки закатывают вместе с алычой, как правильно сказали бы, они действительно повторяют вкус ананаса. Вот такая их особенность. Это, наверное, один и самый... Самообман. Как это называется, психологический этот эффект самообмана? Нет, это не самообман. Я говорю, это уникальный овощ. Да, это уникальный овощ. Даже кабачок, ананас и салат делают, как с ананасом. Оказывается, это кабачок. Марина Ивановна, сейчас будем разговаривать про конкретные рецепты, потому что вот здесь мы тут сидим и вдыхаем просто в студии. И напомню, уважаемые телезрители, мы в прямом эфире. Номер нашего телефона 342-243. Пожалуйста, присоединяйтесь. Давайте рассуждать о том, кабачок на самом деле такой уникальный по своим вкусовым качествам продукт. Также можете написать нам на Viber. Номер вы видите на ваших экранах. Ну и поделитесь своими рецептами и расскажите, что и как вы заготавливаете на зиму. Марина Ивановна, продолжаем. То есть ананас, здесь вот в этих баночках есть ананас? Нет, нет. Ананас я не брала сегодня. Понятно. Давайте с самого начала. То есть у вас свой участок? Да, у нас свой участок. У нас большой участок довольно-таки, 25 соток. На этом участке у нас выращиваем картофель. И так выращиваем для себя. То есть традиционный. Да, да. Все традиционное. Да, все выращиваем. Лук, помидоры, огурцы, кабачки, свекла. И на зиму заготавливается только то, что свое. То есть не закупаете, не ожидаете вот ярмарок, про который мы поговорим с Галиной Николаевной. Вообще-то нет, не ожидаем. Вот у нас мы засаливаем даже огурцы, ставим под крышку горчицей с медом. С горчицей, с медом. Горчица, мед, соль, хрен, горький перец. И вот этот вот у нас такие, они получаются кислые такие огурцы, которые прямо под крышку. Ну, не закатываем, просто ставятся соленые огурцы, соленые огурцы. Но горчица придает вот этот хруст и плотность огурцам в этом случае. И мед, и мед такой вот. Пикантность. Пикантность огурцам, да. А если я уже закатываю огурцы, то я их закатываю с лимонной кислотой. Они получаются довольно-таки не сжатые, не теряют цвет. И при вскрытии огурцов они долго хранятся и очень-очень вкусные. Место с уксусом я не закатываю. Только с лимонной. Потому что уксус, это искусственный продукт. А лимонная кислота, это натуральный. Конечно, естественный. Поэтому лучше на самом деле при мариновании использовать предпочтительно лимонную кислоту. А с другой стороны, вот опять-таки то, что мы говорили в супермаркетах. Мы покупаем эти банки, иногда открываешь там явный привкус уксуса. Там вообще такое количество добавлено различных стабилизаторов, которые могут заменить все на рассвете разом. И вы даже и уксусные кислоты там не найдете. Поэтому, конечно же, предпочтительнее домашние закатываю с лимонной кислотой. Есть любимые какие-то рецепты? Есть. Есть любимые рецепты, очень много. Если вы занимаетесь этим всю жизнь, можно так сказать? Могу, да. Какие-то рецепты, которые, я не знаю, от родителей пошли? Или те, которые наиболее популярны в вашей семье? Да, у нас очень хороший рецепт в нашей семье. Все любят. Вот это вот такая вот подлюка к макаронам. Вот здесь очень-очень простой. Она идет как лечо. Очень простой рецепт. Не требует подсолнечного масла, никаких. Это просто идут помидоры, перцы, чеснок, соль, сахар и немножко уксуса. Все. А что в качестве заливки? В качестве помидоры. Помидоры? Помидоры, да. Пропускаете через мясорубку? Через мясорубку или режу крупно. Ни воды, ничего там нету, просто вот. И это сок? И вот это сок. Просто попробуем. Пожалуйста. Кстати, в помидорах содержится очень большое количество органических кислот. И именно в качестве консерванта здесь выступают помидоры, да. Можем попробовать? Да, да, пожалуйста. Попробуем. Пусть все попробуют. Галина Николаевна, попробуем? Почему бы и нет. Почему бы и нет? Ну, давайте попробуем. Не знаю, как это у нас получится. Ну, думаю, что получится. Сейчас я попытаюсь аккуратненько открыть. У нас тут ложечки как раз есть. На самом деле здесь нет никаких... Опа! Это баночка. Вот, во-первых, запах. Это этого года уже закатка у вас? Да, да. Это этого года уже закатка. Вся закатка этого года. Я буду первым? Для всех зрителей я бы хотела сказать, что консервации желательно выдерживать не менее месяца. У них должен проходить период процесс созревания. Тогда они получаются более полного вкуса, достаточно вызревшие, душистые, да, полный букет, скажем так, и специй, и вкусовых достоинств. Вкус насыщенный, насыщенный, на самом деле натуральный. Ну, этот рецепт, вот это, тут помидоры резаные, а еще помидоры пропускаются через мясорубку. Я делаю одну порцию просто резаные помидоры, вторая порция через мясорубку. И тогда получается как... Попробует же? Давайте я после уже передающей... Хорошо. А, хорошо. Что скажете с точки зрения профессионала? Очень достойно, очень достойно. Ражные фракции помидоров замечательно. Вкус действительно очень достойный. Спасибо. Еще такой рецепт у меня от моей мамы. Это называется хринянка. Хринянка? Хринянка, да. Ну, судя по названию, там присутствует хрен, наверное. Тут присутствуют помидоры свежие на мясорубку, перец свежий на мясорубку. Потом идет хрен. Хрен, чтобы тоже на мясорубку, чтобы его легче было перерабатывать, я его подмораживаю, хрен. И тогда он хорошо очень крутится на мясорубку. Чеснок и горький... Нет, чеснок и горький перец. Вот этот рецепт. Это мы попробуем. Нет, это аккуратно. Это не свое знание. Вот как профессионала сразу обязательно просят попробовать. И вот это все, оно не варится. И охранить его надо в холодильнике. Замечательный вкус. Просто замечательный вкус. Хренянка с хренянкой. Да, моя семья тоже. Готовим ужин. Хренянка, это в обязательном порядке у нас. Ядреная. Ядреная, да. Ядреная. Это еще бабушкин рецепт. Да, это от моей мамы. Такое, ну и все, вот тут. Вот и таджика тоже как бы. Помидоры я закатываю тоже, только с лимонной кислотой. С уксусом я не катаю. Ну, это очень правильно. Не огурцы. Это очень правильно. Они у меня стоят. А что там еще? Соль, сахар? У помидора ни укроп, ничего я не добавляю. Чеснок, перец, горошек, лавровый лист. 7 ложек сахара на 3-литровую банку. 2 ложки соли. 7 ложек сахара? На 3-литровую банку. 2 ложки соли. И неполная чайная ложка лимонной кислоты. А вы знаете, в этот рецепт можно и не добавлять лимонную кислоту. Ну, немножко надо. Да, я пробовала. Да, пробовали? Я пробовала, но они у меня убивались. Ну, вот самое интересное, что рассол из них получается по вкусу как томатный сок. Очень напоминает. А рассол обалденный. Рассол мы пробовать не будем. Давайте мы послушаем лучше телефонный звонок. Кто-то к нам присоединяется. Алло, здравствуйте. Да, да. Скажите, как вас зовут? Откуда звоните? Сергей Сергеевич. Так, Сергей Сергеевич. Мы вас слушаем, говорите. Вы хотите тоже попробовать заливку? Я хочу узнать рецепт хринянки. Ага. Пожалуйста. Так. Рассказывайте, делитесь. Да, рассказывайте. Если на килограмм помидор, килограмм помидор, шесть перцев сладкого перекрутить на мясорубку, потом пять зубчиков чеснока, хрена, ну, корня три-четыре, смотря в зависимости от... Среднего размера. Хрена, хрен должен быть свежий, ну, как бы выкопанный хрен, что не покупной, как бы там это. Ну, его сказали в морозилку немножко положить, чтобы его лучше было. Чтобы его лучше... Это хрен, чеснок, перец, помидоры, горький перец обязательно, чили. Три стручка. Чили. Три стручка горького перца чили. Потом по укусу соль, сахар и уксуса, немного. Это все хранится в холодильнике. В баночке разливаю и храню в холодильнике. То есть это все перемешать. Все перемешать и сразу уже по баночкам разлить и в холодильник. Вот и весь рецепт. Ну да, Сергей Сергеевич, наверное, как раз сейчас именно это очень хорошо, ну, там, к мясу, к салу, да и... Да, и вообще... Это я так по вкусу ощущаю. Прямо остается... Да, один из дачников, у кого выросло много хрена. Наверное, наверное. Самоназвание просто привлекло. Хренянка. Да. Напомню, уважаемые телезрители, что мы в прямом эфире. Вы можете также позвонить к нам, присоединяйтесь к разговору. Если что-то заинтересовало, задавайте вопросы. Ну и, конечно, хотелось бы узнать, что и как вы заготавливаете на зиму. Номер нашего телефона 342-243. Также можете писать сообщение на Viber. Номер вы видите на ваших экранах. Мы в конце программы обязательно прочитаем все ваши сообщения. Продолжаем мы нашу программу. Мы в прямом эфире говорим о заготовках на зиму. Ну вот только что мы рассуждали все больше о консервациях. Но на самом деле, наверное, консервация – это только один из способов сохранения продуктов. Я правильно говорю, Елена Сергеевна? Да, правильно. Давайте немножко расширим, потому что мы тут все-таки привыкли к банке, консервы, закатанные и так далее. Какие еще вообще способы хранения продуктов? Их очень много. Методов консервации огромное количество. Во-первых, они подразделяются на определенные группы. Первая группа – это физические способы консервации. Это охлаждение, замораживание, пастеризация и стерилизация. То есть то, что мы храним в холодильнике – это тоже способ консервирования. Вот как. Хранение при температуре от 0 до 6 градусов. Замораживание происходит при температуре минус 18 и ниже до достижения температуры в толще мышц продукта – минус 6, минус 8 градусов. Пастеризация – это способ обработки высокой температурой, когда идет термическая обработка продукта до 100 градусов. То есть стерилизация – это термическая обработка свыше 100 градусов. То есть каждый из этих способов позволяет сохранить продукт. Хорошо. Наверное, ну, еще сушка, наверное, да? Да. Или мы только… Нет, это я просто еще вам только физические сказала. Затем физико-химические способы. Это когда мы добавляем туда уже… Консервирование солью и сахаром. Соли должно быть до 10%. В этом случае обеспечивается разница осматического давления, которая позволяет сохранять продукт. То есть для всех продуктов 10% соли? Не менее. А, не менее. Не менее, да. Сахара должно быть процентов 60-65 от общей массы продуктов. В этом случае он обеспечивает сохранность, и уже гнилостные бактерии не развиваются. Это тоже не менее 60%. Не менее, да. Затем сушка сюда относится, вяление и копчение. Сушка бывает различная. Она бывает и в естественных, и в искусственных условиях. Также бывают сублимированные, это новые виды сушки достаточно. Очень хорошая, качественно сохраняет продукты. Вы знаете, сейчас очень многие люди покупают себе аппараты сушильные специально. Вот это позволяет очень хорошо сохранить. Домашние такие, да? Домашние, да. Потому что в домашних условиях сушку тоже можно осуществить. Сублимационная сушка, да? В духовке? Можно, но нежелательно. Потому что там происходит процесс распада сахаров, и продукты в духовке высушенные, они приобретают такой более темный цвет. Там происходит реакция Майера, то есть процесс карамелизации. Этот процесс нежелательный, потому что он оказывает, он является косвенным, скажем так, провокатором развития раковых заболеваний. Поэтому надо к этому относиться достаточно осторожно. Затем способ биохимический и химический. К химическим способам относятся консервирование при помощи кислот, уксусной и лимонной кислотой. Квашение. То, что мы говорили сейчас, да? Да. Квашение. Это способ, при котором обеспечивается распад глубоких сахаров под действием молочно-кислых бактерий. В результате выделяется... Это капуста? Да, молочно-кислые, значит, молочная кислота, и, соответственно, при помощи нее происходит квашение. Вот этот способ, он практически один из самых лучших, потому что вот в процессе подготовки к передаче я так для себя даже составила такой плюсы и минусы, да, всех видов обработки. Относительно какие продукты, как лучше заготавливать, мы вот сейчас поговорим, но у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Как вас зовут, скажите, откуда звоните? Меня зовут Алексей, звоню из Гомеля. Так, Алексей, расскажите, что вы заготавливаете на зиму. Сало? Ой, вы знаете, ну, пока как бы пользуюсь услугами, скажем так, бабушки и матери, вот, но у меня есть вопрос для Елены. Так. Я вас слушаю. Вопрос следующий. Значит, вы говорили о том, что существуют разные способы, скажем так, сохранения продуктов для определенного вида. Сушка, консервация, заготовление и так далее. Вот меня интересует, для каких видов продуктов лучше применять определенные способы и существуют ли виды сохранения для, скажем так, нестандартных продуктов, например, баклажанов. Хорошо, спасибо. Я бы не сказала. Лисик предвосхитил мой вопрос. Мы только об этом хотели поговорить. Я бы не сказала, что баклажаны это какой-то необычный продукт, это обычный овощ, который подвергается обработке точно так, как и все остальные. И с точки зрения, скажем так, все-таки науки, овощи целесообразней замораживать, я бы сказала. Значительно полнее сохраняются все питательные вещества, сохраняются практически все витамины. Причем, если процесс замораживания происходит достаточно быстро, а есть новые способы замораживания, называется шоковая заморозка. Когда овощи замораживаются буквально в несколько секунд. И, соответственно... Ну, это нужна специальная морозильная камера, наверное? Ну, естественно, это достигается в условиях производства. В домашних условиях овощи тоже будут заморожены качественно, но, скажем так, в них будет меньше присутствовать витаминов, которые мы не видим все-таки. А, то есть вы говорите про заморозку, это то, что вот идем в супермаркет, тот же, который рядом, и там лежат замороженные овощи. Абсолютно верно. То есть вот для овощей, конечно, лучше все-таки замораживание. Капуста рекомендую традиционно квасить, потому что это как раз единственный способ, который практически не содержит минусов, я бы сказала так, и длительного времени хранения продукт получается. И капуста квашеная, в отличие от других продуктов, способна накапливать высокое количество витамина С. То есть он еще и синтезируется там во время хранения. То есть самое, ну, я не знаю, с точки зрения здоровья и сохранения витамина в овощах, это замораживать, квасить? Замораживание и квашение, абсолютно верно. И вот тут я бы хотела еще дополнить, что очень часто наши хозяйки консервируют щавель, да? Вы щавель заготавливаете, Марина? Я заготавливаю, но я его замораживаю. Я не консервирую, я замораживаю. Вот в том-то и дело, что щавель очень многие, особенно бабушки на улицах продают, да, баночки засоленные. Это категорически делать нельзя, и употреблять такой продукт нельзя, потому что натрий хлор, то есть поваренная соль, в сочетании с кислотами, с органическими, это просто термоядерная смесь. Никоим образом ни к хорошему питанию, ни к обычному это отношение не имеет. Поэтому щавель и зелень или сушить, или замораживать исключительно. Петрушку замораживаем, скуку, кровь замораживаем. Тем более, что сейчас такие замечательные холодильники, морозильники. Ну, это опять-таки вопрос достатка и экономии. В общем, мы входим немножко в другую область. Хочется, чтобы это все было, но все-таки условия тоже должны быть. Но есть люди, которые все-таки еще думают о здоровье, или наоборот уже думают о здоровье. Есть много людей, которые занимаются фитнесом, диетой соблюдают. Удивительно, что есть люди, которые не думают о здоровье. Представьте себе, что есть и такие. Хорошо. Уважаемые телезрители, мы в прямом эфире. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. Номер нашего телефона 342-243. Пишите ваши сообщения на Viber. Что и как вы заготавливаете на зиму? Хорошо. Мы продолжаем программу. Мы, в общем-то, говорим о способах сохранности продуктов. Вот, Марина Ивановна, замораживаете. Замораживаю, да. Замораживаю ягоды. А сушите что-то? Сушу. У нас специально такая не электрическая, не духовка специально, а сушилка как бы сетка. Сушильная установка. На улице. Туда яблоки режем, груши, если по возможности. Ну, в этом году. Грибы, вот если собираешь там, тоже все сушится. Вот это и есть естественный способ сушки. Естественный, да. Не в духовке и не на электрической сушке. Это очень правильно, это правильно. Давайте послушаем еще один телефонный звонок. Активизировались наши слушатели. Наверное, ароматы из студии достигают. Алло, здравствуйте. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Как вас зовут, скажите? Меня зовут Светлана Александровна. Так, Светлана Александровна, рассказывает ли свой любимый рецепт? Это не любимый рецепт. Я вот услышала про щавель. Сейчас щавель, между прочим, мало-мало кто солит. Может быть, какие-нибудь бабушки старенькие. Так. Я, допустим, заготавливаю щавель. Вот если у меня очень много щавля, я наливаю литр воды, опускаю туда щавель. Он поменял цвет, я сразу в банку, под крышку и все. И он стоит без никакой соли. Ага. Он стоять будет, но все равно идет потеря витамина С. Понимаете, ну нету натрия, хлора, ничего. Просто натуральный продукт. Щавель и вода. То есть вы без соли. Без соли. Щавель и вода. Нет, нет. Только ни соли, ничего. Смотрите, тут же комментарий, да? Да. Да. Заливают кипятком. Идет тут же мгновенное разрушение витамина С. Витамин С это самый трудно сохраняемый витамин. То есть в нем, в щавле уже все, не осталось витамина. Щавель цвет поменял и все, витамина уже ушли. И все, там ничего не осталось. Зачем смысл только есть кислоту, потом органическую щавелевую? Ну вот, видите как, ну это когда много щавля. Я думаю, щавель что, такой основной продукт, часть, наверное. Ну многие любят щавлевый борщ зимой тогда. В общем, это, кстати, национальное белорусское блюдо. Так что неудивительно, что люди проявляют интерес к щавле. Давайте мы к Галине Николаевне обратимся. А то она так сидит, скучает просто. Нет, мне очень интересно. Интересно. Вот, если Марина Ивановна это все со своего огорода. Огорода у кого-то есть, у кого-то нет. Ну вы как представитель управления торговлей и услуг, в общем-то, ярмарки. Все, кто, особенно городские жители, которые хотят заготовить что-то. Наступает пора ярмарок. Уже открылись ярмарки осенние? В сентябре. Мы начинаем в сентябре. Ну просто мы уже завели практику, что ярмарки у нас идут круглогодично практически. Мы их не прекращаем. Единственная тематика немножко меняется. Вот сейчас в августе заканчиваются школьные ярмарки. Ярмарки к школьному сезону. И плавно перетекают в осенние ярмарки, потому что уже произошел сбор урожая. И сельхозорганизациями начался сбор урожая овощей. Поэтому ярмарки практически, можно сказать, они не заканчиваются. Но тематически начинаются у нас в сентябре. Мы про заготовки говорим. Что там, что будет присутствовать? Ну традиционно это картофель, помидоры, капуста, лук. Да, картофель, томаты, лук. Щавель будет? Щавель. Ну, к сожалению, сегодня, во-первых, сезон закончился, а во-вторых, у нас нет таких, будем так говорить, специализированных сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, которые бы выращивали этот продукт. У нас, к сожалению, нет этого. Но все овощи и фрукты, которые доступны, те же яблоки, например, хотя в этом году урожайность, да, в связи с не очень благоприятными такими погодными условиями. Морозы ударили, как раз, когда яблони цвело. Да, да, и поэтому все косточковые урожайность практически наполовину снизилась, процентов на 40 по сравнению с прошлым годом. То есть яблок на ярмарках можно не ожидать? Нет, яблоки будут, яблоки будут, и мало того, что привезут сельхозпредприятия, привезут, привезут и фермерские хозяйства, а в ярмарках участвуют у нас еще и физические лица, то есть люди, которые имеют собственное подводье. А, то есть Марина Ивановна может... Безболезненно, со своими яблоками и грушами приехать к нам на ярмарку. Поэтому, в общем-то, все продукты будут доступны. И что отрадно отметить в этом году, урожайность, например, картофеля в этом году, она выше, чем в прошлом году. Урожайность моркови еще не оценили, потому что, ну, по сути, еще сбор, как таковой, не начался массовый. Но вот с их организацией ожидают то, что урожайность будет не ниже, чем в прошлом году на все корнеплоды. Абсолютно. И об этом уже говорит цена. Сегодня цена сформировалась в розничной сети на белорусские овощи. Кроме огурцов и томатов, ниже, чем в прошлом году. Да. Да. Если мы в прошлом году имели эту цену в рознице, я не буду утруждать людей, наших зрителей цифрами, если мы эту цену имели уже в рознице, то есть в магазинах в прошлом году, то в этом году цена гораздо ниже, она сформировалась уже сейчас. И это не сезон. Не сезон массового сбора. А вот с яблоками будет немножечко сложнее. В связи с тем, что по всей республике урожайность снизилась, цена будет выше. Ну, понятно. Цена будет выше. Но яблоки будут. Урожай есть. А яблоки, мы можем яблоки сохранять каким-то образом? Ну, тоже сушение, вот как рассказывает. И сушение. И квашение. То есть яблоки мочат, квасят вместе с капустой. То есть способ достаточно много. И консервируют. И стерилизуют. И пастеризуют в виде соков. И повидло очень вкусное. Яблочное готово. Это и есть стерилизация, да. Насколько хватит фантазии. Галина Николаевна, где ярмарки будут проходить? Где ожидать? Это традиционные места? Ну, не знаю. В Гомеле? Абсолютно. Ну, мы традиционные места знаем. Если говорить о городе Гомеле, то, естественно, ярмарочное место традиционно сложилось у нас в Гомеле. Это площадь Восстания. Но к осенним ярмаркам будет еще задействована часть проспекта Победы. Традиционно. Потому что у нас участвуют... Это по выходным, наверное, да? Это по выходным. В районных центрах, во всех районных центрах, на центральных местах тоже будут проходить районные ярмарки. Более того, определены площадки для ежедневной торговли, где и сельхозорганизации, и производственные предприятия, и физические лица могут реализовывать свой продукт. И в крупных сельских населенных пунктах. И в этом году мы организовали работу автомагазинов по развозу именно овощей в период заготовки. Потому что, несмотря на то, что у людей есть свои подворья, есть свои хозяйства, есть свои огороды, не у всех одинаковый урожай. Кого-то выросла картошка, у кого-то не выросла картошка. У кого-то выросли там яблоки, у кого-то нет ни одного яблока. Да, чувствовать себя в безопасности, имея в закромах продукты, все-таки хочется. Поэтому, да, продукт этот должен быть доступен, и он будет доступен. Мы, в принципе, ежегодно эту работу проводим, и проводим очень много. По большому счету, если сравнивать работу Гомельской области с другими областями, в Гомельской области традиционно проходит больше всех ярмарок, чем во всех других областях республики. Ну, это, наверное, с позиции руководителей области видно. Нам-то главное, чтобы вот здесь было. А дело в том, что, вот видите, выглядите, главное, чтобы мне было здесь и мне. Ну, естественно, вот оно стоит, я вижу. Абсолютно. Но дело в том, что наши люди любят ярмарки. Как продавцы любят ярмарки, так и покупатели любят ярмарки. Ну, продавцам, наверное, выгодно это, нет? Ну, если бы это было не выгодно, наверное, бы никто не ездил, правда? Ну, вы говорите, что в других областях меньше ярмарок проходит. Не так популярно, как у нас. К нам даже приезжают из других областей. И если брать, например, Брестскую область, флагман по выращиванию капусты, капусты, то Брестской капусты у нас будет, поверьте, очень-очень много. То есть Брестских фермеров и Брестских сельхозпредприятий будут... Да, для нас, для нас, для как потребителей, это хорошо. Потому что конкуренция рождает определенное колебание в цене, конечно. Каждый старается, если приехал на ярмарку, то назад уже этот продукт не повезешь. Зачем везти эту картошку обратно, если она с поля приехала сюда, куда ее? Ну и так далее. Поэтому каждый пытается и сбросить эту цену. То есть с середины сентября начинаются ярмарки? С середины сентября, весь октябрь. И традиционно у нас ноябрь, он такой теплый. То есть плюсовые температуры, пусть там плюс 2, плюс 7, плюс 5. Но это позволяет еще тоже реализовывать свежие овощи. То есть пора запасаться мешками для картошки и для капусты, деньгами, чтобы это все... Абсолютно верно. И транспортом, чтобы привезти это в свои закрома. Ну, конечно, Марину Ивановну это не касается. Потому что у нее все есть. Напомню, уважаемые телезрители, мы в прямом эфире. Номер телефона 342-243. Вы можете присоединиться к нашему разговору. Может, есть какие-то вопросы к нашим гостям. Ну, хотелось бы, чтобы вы поделились своими советами, рецептами, мнениями, что и как вы заготавливаете. Также можете написать нам на Viber номер, вы видите на ваших экранах. Продолжаем. Если мы в прямом эфире на канале Беларусь 4 заготавливать продукты на зиму, насколько это у нас получается. Вот что-то уже у нас есть, а что-то мы еще и заготовим. С психологической точки зрения, вот если посмотреть на эти продукты... Да, на весь этот рынок. Вот вы знаете, что это очень удобно. И я хотела бы рассказать нашим телезрителям, напомнить о том, что зима близко. Да, и осень наступает. Буквально через месяц. А это, к сожалению, время, когда у нас будет мало светового дня, мало солнышка. И, к сожалению, наши люди в связи с этим, они часто испытывают пониженный фон настроения или подвержены депрессии. Так вот, оказывается, все наши заготовки можно использовать для того, чтобы это профилактировать. Каким образом? И даже сейчас дизайнеры помещений... Кроме того, что кушать... Кушать, да. Мы еще сохраняем себе психологическое здоровье. Дизайнеры что делают? Используют. Консервируют маленькие баночки или тубусы, например, узкие. Вот, туда наполняются небольших размеров помидоры, ярких цветов. Да, 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 видимо. Бэби-котоксики называются. Бэби-котоксики, да, бэби-котоксики, совершенно верно. Так, значит, смотрите, у нас есть красные, оранжевые, например, да, желтые. Вот, все это наполняется, выставляется, оформляется, например, на кухне. И вот можно и лицезреть это все зимой, смотреть, потому что это радует глаз, это яркие краски. А во-вторых, потом что-то можно еще и откушать, соответственно, это еще и вкусно. И один из способов хранения. И один из способов хранения. Эстетически украсить помещение. Дальше, рассказывали сегодня о сушке. Пожалуйста, наполняем тубусы, наполняем сушеной калиной, сушеной черникой, сушеным яблочком, сушеной грушей. И тоже это используем в дизайне интерьера. Опять-таки, натуральный продукт и аромат еще можно получить. Ароматерапия. И снова мы себе помогаем зимой выживать, испытывать положительные эмоции. От ярких оттенков, от приятных запахов. Вот, и от того, что это красиво смотрится в нашем интерьере, на нашей кухне, да, для натурочек. Только надо не забывать про условия хранения. Не только про сроки, но и про условия. Потому что очень многие консервированные продукты все-таки требуют определенных условий хранения. Или пониженной температуры, или повышенной влажности, или наоборот пониженной влажности, да, в зависимости. Так что вот как раз таки... Ягоды засушенные в этих стеклянных тубусах. Если засушенные, то не страшно. Но я вам хочу сказать, что их все-таки в пищу потом не стоит употреблять. И точно так же мелкие какие-то овощи, которые консервируют и ставят на свету. То есть под действием солнечного света. Там разрушаются и витамины, там происходят нежелательные изменения. Так что в качестве дизайна, пожалуйста, вот в пищу уже лучше. Ничего, если он простоит и достоит пару дней, то думаю, что как раз будет нормально. Ну если пару дней. Это до ярмарок, до ярмарок вообще. Так что да, заготовки используют для того, чтобы приготовиться и обеспечить себе здоровье. В наше серое время года. Совершенно другой аспект вообще взгляда на заготовки. У вас дома нет таких... Украшаете жилища, да. Украшаю, украшаю. Перец, чили засушиваю. Красиво это, да. Кукурузу еще красиво оформляю. Да, есть грибы еще такие сушеные. Ну, что-нибудь... Вы знаете, раньше выращивали и сейчас выращивают декоративную тыкву. Которую не используют в питании, а используют специально для... Или физалис, например, да. В качестве декора, да. Это тоже красиво для декора. Что очень часто в виде лебедей они вырастают и в виде больших грибов. Из грибов, маленьких, больших. Да, да, их используют для декора помещений тоже. Совершенно неожиданный аспект вообще в этом. Да, поворот. То есть видите, какая интересная тема, да, в которой очень много граней оказалось. Ну, с другой стороны, вы же правильно говорили, что это так или иначе безопасность. Безопасность не только физическая, так что это, но и психологическая. То есть это мое должно быть уютно. А там уже, да, если продукт испорчен, то можно засыпать его в стеклянный тубус и поставить любоваться. Можно и так. Абсолютно верно. Можно и так. Или из той же, из картофеля строить какие-то скульптуры домашние. Инсталляции. Инсталляции. По поводу безопасности мне бы хотелось сказать, потому что я иногда сталкивалась с тем, что некоторые потребители, знаете, как бывает, вот закатали, что-то сделали, простояло достаточно долго. Потому что у нас много таких, которые жалеют выкинуть несъеденное. Все-таки есть сроки годности. И больше двух лет ни одну консервацию хранить нельзя. Категорически. Надо выбрасывать без жалости. Ну, это все, да. И если открывают компоты, варенье, если все-таки на поверхности люди видят плесень, использовать пищу категорически нельзя. Даже после термической обработки. То есть два года и все. Два года и все. Марина Ивановна, а у вас сколько стоят? Все съедается за зиму? Оно-то съедается, не съедается, раздается. И рекомендуется подписывать стикеры. Чтобы знать, в каком году это выпущено было самими собой. Да, и все-таки вот как-то контролировать сроки хранения. А вы как планируете, то есть каким образом планируете, сколько надо заготовить? Все, что выросло, все надо как-то заготовить? Нет, нет, нет. Не все. Вот у меня есть определенная норма. На свою семью. Ну, там у меня еще дочь живет отдельно. Еще, да, еще несколько семей, которые кормятся тоже. А так, ну, если огурцов, то банок 20-30, вот это двушек. Если помидор, так же. Салатов по 10 баночек, там по 7 порций. И все расходится? Нет, не все. Не все расходится, потому что... Но есть то, что стоит там больше двух лет, вот как Елена Сергеевна? Больше двух лет я выкидываю. Я его не храню. Понятно. Потому что каждый год все свежее у нас есть. Это правильно. Да, уважаемые телезрители, еще есть время к вам присоединиться к нашему разговору. Мы говорим о заготовках на зиму. Сообщение на Viber можете присылать. Номер видите на ваших экранах. А номер нашего телефона в студии 342-243. Продолжаем нашу программу. Я обращаюсь к сообщениям на Viber. Как распознать на прилавке магазина качественную закатку огурцов? Елена Сергеевна, наверное, к вам. Качественная закатка. Это там, где нет плесени, которые не мутнеют на прилавках магазина. Абсолютно верно. То есть мы в первую очередь оцениваем визуально, органолептически. Естественно, необходимо обращать внимание на этикетку. И все-таки читать, что входит в состав. Если вы видите какие-то Е-добавки дополнительные, то такую консервацию лучше не покупать. Кстати, на наших ярмарках традиционных очень много фермеров сейчас выставляют консервированную продукцию натуральную. Соленые огурцы, квашеную капусту, моченые яблоки те же самые. И, конечно, эту продукцию желательно покупать именно вот у фермеров. Если это магазинная производственная продукция, надо смотреть на этикетку, а потом уже оценивать внешний вид. Если, конечно, есть хоть небольшое помутнение или неправильная нарезка, то есть какая-то нетрадиционная. Ну и даты тоже. Очень желательно смотреть на состояние крышки. Это очень часто говорит о качестве. Если есть хоть малейшее потемнение, поржавение или же признаки бомбажа, а бомбаж это... То есть вздутие такое небольшое, да? Конечно, не каждое вздутие говорит о том, что это есть бомбаж. Есть такой дефект консервов, который называется хлопуша. Когда нажимаешь, а она отскакивает, крышечка, да, с таким характерным звуком. То как бы пищу употреблять можно при таком дефекте. Но кто же из потребителей возьмется на себя оценивать хлопуша это или это ботулизм уже там завелся. Поэтому если есть проблема хоть малейшая... То визуально, крышка и это, да? То употреблять, конечно, нельзя. Хорошо, читаем дальше. Скажите, вот мы желаем кушать здоровую пищу, выращиваем на огороде овощи фрукты, но при этом закатываем их на зиму при помощи различных добавок и консервантов. Лучше кушать всегда все тогда, когда оно растет. Будет намного полезнее, Павел Александрович. Полностью согласен. Я так понимаю, тут несколько высочетательных знаков надо поставить. Только свежее, только свежее самое лучшее. А что делать зимой? Мы же говорим о том, что у нас впереди холода. Кушайте квашеную капусту. Так, дальше. От Сергея сообщение. Не знаю, вот от консервированного горошка мне всегда плохо. Дело в рецепте может быть. Свежий очень хорошо идет. Дайте рецепт горошка. Мне всегда плохо от консервированного горошка. Ну, единственный совет, не кушайте консервированный горошек. Если плохо от него. Если плохо, да. А если хочется. Галина Николаевна, вы консервируете горошек? Нет. Вот. Нет. Правильный ответ человека, который занимается этим. Я замораживаю. Если мне надо, я уже, если там салат, я лучше куплю баночку, но я его сама не кушаю. Абсолютно верно. Это очень специфическая овощная культура, поэтому самостоятельно ее лучше не закатывать, потому что там очень много секретов всяких, чтобы не взорвалось. Они очень часто взрываются, эти банки. Лучше доверять нашему. Да, нашему Туровскому консервному комбинату, который замечательно справляется с этой. Да, Галина Николаевна. Колхоз Убрилева. Да, колхоз Убрилева. Они тоже выпускают замороженный горошек, кстати. И более полезный. А еще чудесный ельский горошек у нас в области производится. Видите, какую рекламу мы делаем нашему белорусскому производительству. Естественно. А мы пробовали консервировать, и получилось. Так что тоже хорошо. Неплохо, но он очень осторожен. Да, капризный. Еще одно сообщение. Присоединяюсь к Алексею. Баклажаны особенные овощи. Это, очевидно, Алексей, который звонил, спрашивал в первой половине программы. Очень трудно с ним приходится при заготовлении. Про баклажаны. Когда выгоднее покупать продукты на ярмарках? Летом или осенью? Галина Николаевна, очевидно, к вам когда? Когда деньги есть? Смотря какие продукты. Но вообще, в целом, вот как проходят осенние ярмарки. Первые ярмарки люди прицениваются. Продавцы прицениваются к цене, что покупают люди. И люди прицениваются к тому, какая цена на ярмарке. Основные продажи это идут уже октябрь месяц. Октябрь. Понятно. Давайте ориентировать всех, да. Как профессионал, что все-таки позже вырастают сорта поздние, которые специально выращивают под консервацию. Для консервации. То есть летом растут ранние сорта, которые, как правило, в еду, только в пищу используются. Поэтому позднюю, осень, капуста должна быть поздней, яблоки поздними, груши для лёжки поздними. То есть всё, чем позже, тем лучше, тем дольше сохранится. Совершенно не в тему программы. Татьяна, вы замечательный преподаватель. Да, Боже, спасибо большое. Ну, читаю. Приятного слушания. Поздравления с первым сентября. Какого срока годности консервированных продуктов можно добиться в домашних условиях? Ну, мы уже говорили на этом. Не больше, не больше двух лет. Не более, а вообще в идеале приготовили, в течение года съели, и в следующем году подготовили пустые банки для новой пиццы. И ещё один вопрос. Фермерские закатки. Так, подвергаются какой-то проверке? Откуда нам знать, что там нет химических добавок? Галина Николаевна. Все продукты, которые привозятся к нам на ярмарку, они все проходят, они все соответствуют определенным техническим условиям, техническим регламентам. Поэтому даже если это фермерские хозяйства, мы говорим, это не специализированные пищевые предприятия, а именно фермерские хозяйства, мы можем смело покупать. А вот уже закатки, то, что мы говорим, от физических лиц, вот здесь уже есть очень-очень большой вопрос. И задуматься нужно, стоит ли покупать. Я прошу прощения, Марина Ивановна, но когда для собственных, для собственного потребления мы производим этот продукт, это одно. А для реализации, к сожалению, не все продукты подходят. Особенно это касается консервированных, маринованных грибов. Грибов, да. Грибов. Ну, про грибы, наверное, отдельная тема. Ну, к сожалению, не так много времени у нас остается. Давайте последний вопрос, так сказать. Ну, про Марину Ивановну понятно. Елена Сергеевна, вы заготавливаете, Надь, может, это? Сейчас уже практически ничего, потому что у меня семья маленькая, дети уже выросли, они как-то сами на себя уже. А я, в общем-то, придерживаюсь более здорового питания, поэтому предпочитаю есть такую живую пищу. Все-таки консерв... То есть в этом году ничего не готовите? Ну, практически нет, заморозила помидоры. Хорошо. Галина Николаевна, а вы? Ну, консервировать я не консервирую. И, искренне говоря, у нас в семье консервы, как консервированная продукция, она почему-то не кушается. Поэтому, если мы заготавливаем... Моя мама, например, очень вкусно делает квашеные огурцы, квашеная капуста. Если это томаты, то никаких кислот, это только в собственном соку. То есть вот что-то такое. А так я, как Елена Сергеевна. Честно говоря, я все замораживаю. Понятно, то есть вы... Ягоды замораживаю, зелень замораживаю, овощи замораживаю. Лучше надо делать каких-то смесей, все это дело заморозить, а потом... Не позволяет. Да. Татьяна Георгиевна, а вы? А я делаю все. Я могу и сушить, и консервировать, и замораживать. И у меня папа, который любит и вот огурчик такой закатанный, и помидорчик откушать. Я люблю цветную капусту. А с дочкой мы варили, она студентка, в этом году красносмородиновое желе. А сказала, мама, мне как раз во время учебы очень будет нужно в общежитии. Поэтому мы подготовились к зиме. Ну вот, видите, мы тут расположились как раз по представителям и тех, кто заготавливает, тех, кто... Потребляет. Не очень. Не очень, да. Ну, в любом случае, так и хочется вспомнить басню Крылова про стрекозу и муравья. Когда, да, лето красное пропело, а зима катит в глаза. Все-таки, может быть, стоит задуматься. Сейчас самое время задуматься о том, что все-таки совет муравья нам полезнее. Наверное, так? Может быть. Вы знаете, я бы хотела сказать, что сегодня отсутствие дефицита не должно ставить угрозу. Если кто-то не успел что-то заготовить, то он этого продукта не найдет. Сегодня отсутствует дефицит. Сегодня префицит производства многих продуктов питания. Поэтому, уважаемые зрители, мы приглашаем вас в магазины и на ярмарки. Ну что ж, с давних времен всякий богатый дом славился не только красотой и уютом, но и своими закромами. Наше время, как вы понимаете, вносит свои коррективы, особенно если учесть, что рядом где-то находится супермаркет, где можно разнообразные продукты приобрести, причем независимо от времени года. Но, тем не менее, почему-то нам нравятся маринованные помидорчики, сладкие ягодные компоты, варенье, сушеные грибы, квашеная капуста. Это, в общем, то, что приготовлено своими руками. Может быть, в этом вся суть, то, что оно приготовлено своими руками. Сейчас самое время именно этим заняться. Меня зовут Сергей Краснобород. Спасибо, что были с нами. Пусть дом ваш будет полной чашей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...